Как я ждал этой статьи? Вообще, хоть что-то от Андрея Пионтковского. Последнее время он крайне редко пишет, ну, наверное, возраст, и я слышал, не очень здоров этот аналитик. Всегда выражал здравую точку зрения, я, как правило, не упускаю ни одну его статью, и сейчас мы все в недоумении, ну, например, я, потому что создалась такая ситуация, когда почему-то часть, ну, как бы, здравых людей, особенно демократического толка, как бы ослепли и оглохли. Ну, например, меня шокировала позиция Константина Борового, или, например, Игоря Яковенко, людей, которых я всегда уважал, и вдруг в истории с Зеленским Константин Боровой всячески защищает этого маленького. Я уже несколько раз писал ему в комментариях, что с вами случилось, вы, наверное, приболели, или, ну, как это так, в здравом уме невозможно не замечать того, что делает Зеленский. И мне очень хотелось узнать мнение Пянковского по поводу Зеленского, долго он отмалчивался, и вот его вердикт в отношении Владимира Зеленского. Даже при самом лучшем отношении к Владимиру Зеленскому невозможно воспринимать его как самостоятельного политика. Он по кругу своих жизненных интересов никогда не был политикаль и немаль. Когда страну сотрясали драматические события, безоружные люди шли под пули, защищая свое видение будущей Украины, он ни разу не высказывал своего отношения к происходящему, кроме разве своей не очень удачной шутки об эбонитовых дубинках. Страшно далек был этот успешный юморист-коммерсант от своего народа. Ему самому в голову не могла бы прийти мысль о политической, тем более президентской карьере. Эта многообещающая во всех смыслах мысль пришла в голову кому-то другому, обладающему серьезными ресурсами коллективному политтехнологу, которого далее я буду обозначать термином «Зеленский». Зеленский в кавычках «сборный Зеленский» технологически блестяще провел избирательную кампанию. Он искусно использовал две даже не болевые точки, а открытые зияющие раны украинского общества. Во-первых, отсутствие за прошедшие пять лет реальной борьбы с коррупцией. А также во-вторых, глубоких экономических реформ, направленных на демонтаж олигархического капитализма. А ведь Майдан был именно об этом. Европейский выбор, за который умирала небесная сотня, это прежде всего разрыв с таежным союзом посткоммунистических клептократий. И жесткие слова об ответственности власти, ответственности всего политического класса Украины и, естественно, президента страны Петра Порошенко, были правдой этого объединенного Зеленского. Не меньшей раной Украины остается продолжающийся уже шестой год война с Россией. Усталость от такого долгого противостояния неизбежна в любой войне и в любой стране. Украинское общество не может равнодушно принимать гибель людей по обе стороны линии прекращения огня. Поэтому слова Зеленского о мире тоже были правдой и тоже отвечали чаянием украинского народа. Но политтехнолог Зеленский не остановился на этом. Он провозгласил себя партией мира и заклеймил своего соперника как лидера партии войны. Сам термин «партия войны» был предательской по отношению к Украине ложью Зеленского, сознательной подменой понятия, нейролингвистическим манипулированием сознанием избирателей и огромным подарком кремлевской пропаганде. В Украине не может быть партии войны по определению. Украина – жертва агрессии военной сверхдержавы, захватившей у нее часть территории и не скрывающей своей целью уничтожить по-братски Украину как независимое государство. Украина не способна военным путем вернуть захваченные врагом территории, но Украина смогла, повышая боеспособность своей армии, опираясь на политическую поддержку своих друзей и союзников в Европе, остановить дальнейшую агрессию России. В Украине сегодня есть только две партии – партия сопротивления агрессии и партия капитуляции. При всей справедливости упреков в адрес прежней власти по экономической повестке элементарная объективность требует признать, что Украина достойно справилась с военно-политическим вызовом, брошенным самому существованию украинского государства. Путинский план Новороссия был сорван консолидацией украинского общества созданием почти с нуля украинской армии, самоотверженностью десятков тысяч добровольцев-патриотов Украины и неожиданно высоким для склонного обычно к замешательству Запада уровнем международной поддержки Украины как жертвы российской агрессии. В мобилизации этой поддержки ключевая решающая роль принадлежала президенту Украины Порошенко. Не случайно его так бешено ненавидит Кремль и путинские информационные псы. Благодаря ему началась эта европейская консолидация. Именно он требовал от Запада реакции. И когда, зачитывая на дебатах шпаргалку, физически Зеленский обвинял Порошенко в том, что тот послал на смерть украинских моряков для отмены президентских выборов, это было не только клеветой на соперника, это было предательством. Предательством, направленным на подрыв системы ее международных союзов в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатии. Я не понаслышке знаю, как усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на ее поддержку. Какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы сдать Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок кремлевским диктаторам. И уж во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти. Операция «Зеленский» вступила в следующую логическую фазу. Украина – парламентско-президентская республика. И Зеленскому в кавычках необходимо большинство в ради. Он играет на многих досках. Физическому Зеленскому поручено зачитывать на своем бесподобно приблотненном сужике или на плохом английском дословные выражения из лучших внешнеполитических выступлений Порошенко, чтобы не потерять поддержку очарованной им части патриотического электората. А ключевые административные посты и места в списке депутатов занимают тем временем выходцы из регионалов и партнеры крошки Цахеса по бизнесу. Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из своего кооператива «Озеро», сколько Зеленскому за 20 дней из кооператива «Квартал 95». Правильные пацаны увлеченно хрюкают на ток-шоу о том заветном, что их действительно волнует о продаже своего контента на российском рынке. И два других избирателя Зеленского, Бойко и Медведчук, из-за кого же еще они голосовали во втором туре, уже Бойко докладывают Путину о составе и политике нового украинского правительства. В прямом эфире российского телевидения Бойко рапортовал на Санкт-Петербургском форуме, когда после выборов 21 июля мы придем к власти. В Кремле посчитали, что Бойко слишком рано выболтал вымысел операции, и в новостных программах, где весь день повторялся этот сюжет, фраза Бойко о его приходе к власти после выборов была аккуратно вырезана. Но стратегическая задумка Кремля на парламентских выборах Украины определилась. Партия «Слуга народа» создает правящую коалицию мира в кавычках с блоком Бойко-Медведчук. Все остальные фракции объявляются партиями войны. Далее президент Зеленский и премьер-министр Бойко реализовывают план Кремля, намеченный еще весной 2015 года. Кремлю не нужны какие-то куски украинской территории, и ему нужна постоянная дестабилизация в Украине. Значит, Украине надо потребовать в рамках нормандского формата не просто прекращение огня, а создание демилитаризованной зоны и ввода туда международных миротворцев. Только такая постановка вопроса позволит Украине остановить кровопролитие, минимизировать шансы дальнейшей российской агрессии и в то же время не сделать никаких политических уступок агрессору. После всей кремлевской демагогии, последних месяцах о кровавом Порошенко и последних дней о кровавых противников Зеленского, Москве трудно будет от этого простого и очевидного требования отказаться. После этого Украина, сохраняя свою принципиальную позицию по поводу незаконно оккупированных территорий, сможет сосредоточиться на важнейших задачах своего внутреннего развития, тех самых, ради которых лучшие люди Украины умирали на Майдане. Оккупированный Донбасс вернут Украине сразу же после смерти Путина, биологической или политической – неважно. Крым вернется позже, после смерти русского имперского проекта. И это событие тоже не за горами. Не сможет сырьевой придаток и жалкий политический вассал Поднебесной долго мнить себя империей. Возвращение Крыма станет окончанием войны Украины с Россией. Какой трагической ошибкой для Киевской Руси было бы после стольких столетий героического сопротивления Орде капитулировать сегодня перед зомби, фактически трупом. Партия сопротивления обязана в ходе текущей избирательной кампании перехватить политическую инициативу у партии капитуляции, у которой два эшелона. Первый – это откровенные враги украинской государственности во главе с Медведчуком, у них, к сожалению, есть своя база сторонников, но это явное меньшинство до 10%. Убежденных патриотов в Украине намного больше. Второй эшелон потенциальных капитулянтов значительно опаснее. Еще раз подчеркну, я ничего не знаю о комике Зеленском, кроме того, что он мне не нравится как актер, но с каждым днем избирательной кампании все более прояснялся политехнический проект «Зеленский». Представим себе этакий ночной дозор Зеленского. Коллективный портрет тех толстошеих вождей, которые нам так или иначе уже представились. Богдан, два шефира, Стефанчук, Коломойский, Ткаченко, Тищенко, Мулик, Спивак. В их биографиях и в их речах читаются жажда бабла, соблазнительных прелестей власти, запредельный цинизм, готовность принимать любое обличие, служить любому хозяину и абсолютное равнодушие, как и, кстати, у настоящего физического Зеленского к идее украинской государственности, если не прямое отторжение этой идеи. Уверяю вас, коллективный Зеленский приведет в Раду пару сотен таких же мертвых душ. Информированные журналисты называют проходную сумму для его рядовых Медведчуковых от 500 тысяч до миллиона долларов. Зеленский, в кавычках, коллективный Зеленский технологически искусно приведет их во власть голосами тех, позволивших дважды использовать себя украинских патриотов, которые снова проголосуют за полюбившегося им актера Зеленского и его романтического персонажа Голобородька. Так в Раде парадоксально может оказаться большинство, отражающее взгляды капитулянского меньшинства. Обнадеживают, что у партии сопротивления появился лидер нового поколения, не связанный с традиционным украинским политическим классом и грузом его ошибок. В отличие от коллективного и от физического Зеленского, этот человек действительно кандидат Майдана, кандидат Небесной Сотни, кандидат Украинского гражданского общества, давно переросший украинский политический класс. Это Святослав Вакарчук. Он способен мобилизовать страну на отпор капитулянтам явным и гибридным. Андрей Пиантковский. Слава Украине!